Задание Украины – системно ослаблять Россию. Для этого необходимо вступать в Евросоюз и НАТО. Об этом заявил руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью польским журналистам. По его словам, будущее отношений Украины и России – это очень сложный процесс. О планах Украины стать членом Европейского Союза в течение двух лет ранее заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, у властей страны уже разработан план. Однако реалистичным его считают не все лидеры ЕС. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что на это могут уйти десятилетия. В то же время заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский выразил уверенность, что Украина может стать членом Евросоюза в ближайшей перспективе, но только после победы в войне. 3 февраля в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Одной из ключевых тем будет вступление украинского государства в Европейский Союз. На предстоящем саммите Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 3 февраля, будут обсуждаться также ситуации на фронте, мирный план президента Украины Владимира Зеленского и поддержка Украины со стороны партнеров. Об этом сообщил журналистом посол ЕС в Киеве. Кроме того, на повестке дня прогресс Украины в работе над рекомендациями Евросоюза. Мы же 3 февраля ждать не будем и обсудим перспективы вступления Украины в Евросоюз прямо сейчас. Игорь Грецкий, научный сотрудник Международного центра по вопросам обороны и безопасности, присоединяется к нашему эфиру. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, два года – это реалистичный срок для вступления Украины в Евросоюз? Или этот процесс действительно, как говорит Макрон, может затянуться на десятилетие? На самом деле все возможно. И очень многое здесь зависит от Украины, от украинских властей. То, как будут выполняться рекомендации. Европейские комиссии, там 7 пунктов, они все четкие. И еще в июле прошлого года Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам евроинтеграции, говорила о том, что уже на тот момент у Киева были дорожные карты по каждой из этих рекомендаций. А к концу 2022 года правительство Украины уже четко все эти дорожные карты одобрило. По большому счету, самые большие сложности из этих пунктов, наверное, вызывают реформа конституционного суда, поскольку делать это во время войны достаточно затрудительно. Есть и нюансы конституционного процесса, есть и сопротивление со стороны отдельных групп политического истеблишмента в Украине. Но в целом этот пункт, он решаем. Хотя вот до настоящего момента, наверное, если вывести за скобки кейс бывшей ГДР, наверное, самое такое скорое вступление в ЕС, но состоялось в случае с Финляндией, заняло 3 года. Мы посмотрим, как долго, сколько времени это займет в случае с Украиной. Ну, давайте представим, допустим, что завтра война заканчивается. Вот ваш прогноз. Сколько времени понадобится Украине для того, чтобы выполнить все рекомендации и войти в Евросоюз? Рекомендации – это еще не все. Рекомендации – это та стадия, которая предваряет начало официальных переговоров между Европейским Союзом и странным кандидатом. А сами эти переговоры могут длиться от нескольких месяцев до очень многих лет, как мы видим в случае с Турцией. Более того, нельзя забывать, что это сам по себе политический процесс и принятие страны-членов Европейский Союз. Страны Европейский Союз – это тоже политическое решение. Требуется заключение формального договора по окончанию переговоров между страной и каждой членом ЕС и ратификацией. Ратификация может занять долго, и я здесь могу только лишь прогнозировать сложности, по крайней мере, в отношении с Орбановской Венгрией. Здесь могут быть проволочки. Но так или иначе, я хочу подчеркнуть, что скорость реформ зависит от самой Украины, хотя Европейская комиссия тоже помогает в этом процессе. Вот первая оценка выполнения тех рекомендаций Европейской комиссии, которые были озвучены в середине прошлого года, она планировалась на октябрь 2023 года, и по просьбе украинского правительства, просьбе президента Зеленского, Европейская комиссия согласилась это сделать уже этой весной. Но вот вы сравниваете кейс Украины с кейсами других стран, которые уже вошли в Евросоюз, но давайте согласимся, другие страны не были в такой же ситуации, в какой находится Украина. И вот победы в войне против общего врага, неужели этого не будет достаточно для того, чтобы Украину все-таки взяли в Евросоюз? Нет, это, конечно, будет очень важный и весомый шаг на пути вступления Украины в Европейский Союз, но часто в Европейском Союзе, для членов Европейского Союза этого будет явно недостаточно. Потребуется провести переговоры по способности выполнять, нести обязательства по так называемой АКИКОМНЕТЕР, то есть по всей юридической базе современного Европейского Союза. Она разделена, в ходе переговоров она разделяется на 6 секторов, там больше 30 кластеров, и по каждому из них страна-кандидат должна вести переговоры в рамках межправительственных конференций. То есть это такой достаточно затратный с точки зрения времени и трудоемкий процесс. А насколько вероятно, что эти переговоры затянутся? Почему переговоры Польши, например, шли 13 лет, Хорватии 8, а Турции уже вообще скоро 25? Тут могут возникнуть целый ряд нюансов. В каждом случае он свой. Например, когда Польша присоединялась к Европейскому Союзу, конечно, это сельскохозяйственная страна, уже в Берлине в 1999 году, Франция беспокоилась тем, как будут перераспределяться субсидии в рамках единой сельскохозяйственной политики, и, конечно, хотелось, чтобы эти субсидии сохранились в полном объеме для своих фермеров, поскольку Польша претендовала тоже на них. И это, в общем-то, заняло достаточно много времени. В случае, например, с Северной Македонией, которая тоже является членом, прошу прощения, кандидатом в члены Европейского Союза, там есть политические возражения, они не содержательные, а именно политические возражения со стороны Болгарии. Возражения могут возникнуть политического свойства со стороны действующих членов Европейского Союза, и, как я уже сказал, вполне вероятно, что здесь может себя как-то проявить Венгрию.